Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня вопросом будет сам отрывок. Это Евангелие от Луки, 5 глава, 33 стих. Здесь мы находим такие слова «Они же сказали Ему, то есть Христу, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а Твои едят и пьют». Действительно, на фоне того, как строго постились фарисеи, мы помним притчу о мэтре и фарисее, которые пришли в храм помолиться, и фарисей говорил, что он постится два раза в неделю. Тем более ученики Иоанна Крестителя, этого величайшего аскета, почти ангела, они тоже, конечно, строго все соблюдали. И вот на их фоне поведение апостолов, оно было совсем другим. Они пребывали в какой-то непрерывной радости. И, отвечая на этот вопрос, Христос говорит. «Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Действительно, заставить поститься сынов чертога брачного – это невозможно, потому что время брачных отношений – это время радости и веселья, такого как бы необычного торжества. Ибо в каждом таком союзе брачном мы ощущаем как бы дыхание Эдемского сада, которое доносится до нас. Тем более, что взаимоотношения между мужем и женою, они имеют иконой для себя взаимоотношений между Христом и Церковью. Как и сказано в Писании, «Как Христос возлюбил Церковь, так и вы, мужья, любите своих жен». Есть прекрасные слова из книги «Песнь песней», 2 глава, 10 по 14 стих, где описывается вот эта ситуация особых отношений между Христом и Церковью, между женихом и невестой, между мужем и женою. «Возлюбленный мой, начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки и виноградные лозы, расцветая издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице твое приятно». И когда-нибудь пройдет и та зима, которую мы все в некотором смысле переживаем, и наступит Пасха и на нашей земле, и во всем мире, это будет последний призыв, последняя евангельская весть, обращенная ко всем людям в планетарном масштабе. И Христос говорил, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Сейчас где-то стужу уже сковывает людей, я имею в виду нравственную и моральную стужу, где-то люди чувствуют себя очень сложно, но не надо думать, что так будет происходить всегда. Мы постимся и молимся более усердно, потому что Господь как бы покинул целый ряд территорий этого мира, где воцарился грех и беззаконие. Но для нас важно помнить, что если Христос продолжает царствовать в наших сердцах, это значит, что Царствие Божие, которое мы не находим вокруг себя, мы находим его в себе. Как и Сын Божий говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть». И будем оберегать, хранить это сокровище, и чтобы нам его не потерять, нам надо пребывать и в аскезе, и в постах, и в молитвах, делая все то, что Святая Церковь предписывает нам. Но когда жених явится в этот мир, уже ничего такого не будет. Будет вечная весна и вечное лето, будет вечный незаходимый день, который, начавшись, уже не прекратится никогда. Фарисейские ученики и ученики Ан-Крестители не понимали, почему так ведут себя апостолы. Но они, как счастливые дети, рядом со своим Небесным Отцом не могли вести себя иначе. Но при этом они знали, что эти времена пройдут, как и Господь сказал, но пройдут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут проститься в те дни. Пройдут дни благодушия, золотого апостольского века, евангельского века, и апостолы взойдут, каждый на свою Голгофу во имя Иисуса Христа, своего божественного Учителя. «Но семя, попадая в землю, приносит плод». Не упав в землю, не приносит плода. Мы, народ Божий, как пшеница, разбросанная по всей планете, приносим плоды. И думаем об этом, чтобы и наших родных и близких коснулось это вечное, святое благовествование. И чтобы на них повеяло весною возрождение, летом Господним, благоприятным во всех отношениях. Спасибо, Христос! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok